Всем привет и добро пожаловать на канал онлайн-дневник-организатор мероприятий. Меня зовут Валентина Ковердяева и я, как всегда, вам рада. В этом видеоролике мы с вами обсудим безалкогольную карту, те напитки, которые вы будете покупать, приобретать, либо же заказывать у ресторана для вашего праздника. Если на вашем мероприятии будет фуршет, и он будет длиться от получаса до часа, то вам нужно примерно 300 мл безалкогольных напитков на человека. Если мероприятие будет проходить летом и будет очень жарко, то нужно 0,5, из которых 0,3 это что-то сладенькое, это лимонад, это морс, это сок, это кока-кола, и 0,2 это водичка. Водичка обязательно должна быть всегда на каждом торжестве, не забывайте, пожалуйста, о ней. Если мы говорим про банкет, то здесь важно помнить о том и учитывать, сколько по длительности будет идти ваш банкет. Если это стандартная программа 5-6 часов, то это около литра жидкости на человека. Но это в зимнее время, когда не очень сильно хочется пить. Если мы говорим про летнее время, то это 1,5-2 литра на человека. Это вам только сейчас кажется, как 1,5-2 литра за вечер на 6 часов, а вы учитывайте, пожалуйста, тот факт, что люди будут есть больше, чем они едят, соответственно, им захочется запить то, что они съели. Они будут танцевать и двигаться, теплообмен в организме будет происходить активнее, чем всегда, организм будет выделять тепло через кожу и, соответственно, жидкость из организма, а чтобы не было обезвоживания, люди будут пить. Вот такая очень длинная история получилась. В общем, 1,5-2 литра летом жидкости на человека на банкет у вас должно быть. Пусть лучше останется, согласитесь, чем нежели ваши гости будут сидеть и думать, ага, ничего нет, водички нет, морса нет, а напьюсь-ка я, и просто будут закидываться шампански. Вот такая нехитрая формула выбора напитков существует. На фуршет я советую брать лимонады, потому что их удобно выносить, они в прикольных таких бочках с краниками, в кувшинах. Там красиво плещется лед и переливается на солнце. На банкет лимонады не советую. На банкет лучше заходит морс, на банкет хорошо заходит сок, но не знаете в этих упаковках двухлитровых, а в графинах. Обязательно убедитесь в том, что площадка вам красиво подаст ваши напитки. Если это кока-кола, то это либо стекло, либо баночки 0,25-0,33 жестяные. Не надо ставить вот эти двухлитровые баклахи, они убивают всю красоту вашей площадки. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете связаться со мной в комментариях. Обязательно переходите по ссылочке в описании, скачивайте чек-лист 111 шагов от невесты к жене от меня в подарок. Подписывайтесь на этот канал свадебного ивент-ревизора. Это я, Валентина Ковердяева, для того, чтобы не пропустить следующий ролик. Этот канал, это YouTube-сообщество, самое полезное сообщество для тех, кто готовится к своему празднику. Мне было с вами приятно, увидимся в следующем ролике. До скорых встреч, пока-пока!